всем привет на дворе у нас 23 июня сегодня мы на чесноке вот такое вот состояние у нас чеснока на конец июня то есть до уборки остается примерно месяц и плюс минус там зависимости от погодных условий в общем-то вчера сегодня утром я провел по полку рядков самих то есть достаточно было зарощено все то есть вот сейчас я буду убирать стрелку чеснока то есть вот у нас уже появилась стрелка на чесноке вот такая вот она вот такая у нас стрелка стрелку будем убирать ее выломать вот как бы оставим лишь только на на то есть на следующий год вот пока я не знаю сделать нам что-нибудь эксперимент провести так своего рода взять значит и оставить наверно оставлю я ее на на 1 зубке то что было в этом году посажена 1 зубочка вот на ней оставлю от 1 2 3 4 5 витков вот на нем не оставлю потом ее откалибрую чтобы был побольше выбор чеснока святого уберу чеснок у меня на следующий год уже есть 8 не планирует все рассаживать то есть останется ни одна зубка как вот созвучной губочке мы получим она неплохая уже посмотрел вчера так прорывал местами вот можно было час доживаться ради интереса вот такая вот уже одна зубка на конец июня да еще недели целых здесь там даже чуть побольше ну где-то месяца плюс-минус я обычно после 25 июня стараюсь или гридах убираю чеснок вот примерно как-то так значит одну зубку я уровень одну зубку это всегда выломаем то сейчас у нас осталось еще по налоги наши скажем так выращивание мы сейчас выбираем обязательно стрелку стрелку я просто волнуй то есть ноги там не знаю задаются вопросом как вот чуть выше вот у нас вот в общем то 6 у нас войне 8 2 4 6 7 да вот сейчас у нас листов вот он ее просто вот так вот раз я и все пусть ноги срезает там кто-то вытягивает тогда вот я вот так вот делаю ведерко то есть я извините не делаю она по большому счету пойдет как бы у нас на выброс но может быть любит кто попросит если надо я отдам да так что вот такая вот история участок у меня здесь отдельно вот история с ним в общем сейчас занимаются этим и потом наверх может быть сегодня вечером и завтра надо будет траву убрать из гряди провести культивацию внести еще калийное удобрение сухим я буду носить на перед культивацией вот не внесу удобрение резерву все это дело вот между рядка обработаем еще еще раз пролью вот у кого и мухи и все ну и на этом чеснок у нас остается до выкопки в единстве а тут нам еще может быть была тогда лишь периодная обработка в июле может быть числах десятых но и после десятка точнее на этом как бы все чеснок наш идет выкопку соседать идет потихонечку очень стрелка обламываю обязательно обломать перчатках потому что без перчаток если сок вот этот который чеснок выдает потом все на руки и плотом жжение нарывы такие так что вот так вообще как бы где-то примерно за месяц я убираю стрелку для того чтобы все силу которые смог накопил для чего мы принципе и наращиваем листостебельный аппарат на протяжении двух месяцев то есть апрель-май даже даже больше да то есть формируем листостебельный аппарат ну и потом уже после этого у нас формируется головка чеснока чтобы она у нас была большая чтобы не больше было питать всех этих микроэлементов которые чеснок у нас получил на протяжении фигурационного периода мы перенаправляем силы он их расходов именно на головку а не на продление скажем так семенного до фонда то есть продление рода ну в принципе знаете вот я сейчас хочу сказать вот как бы есть такая технология она называется на узор технология дозаривания когда чеснок в принципе вот для того чтобы разводить его воздушной бурбочкой семенами вот этими да не зубцами на воздушные для обновления материала то есть его делают что выкапывают вместе с головкой сам ну полностью все получается луковица вместе со стеблем и с воздушной вот этой коробочкой да и кладут ее закрытое поветриваемое место для дозаривания так называем чтобы семена вот эти вот воздушные доходили но как бы технология такая что то есть все питательные вещества которые находятся накопились в головке которые находятся в стебле то есть постепенно чеснок подает именно головка вернее этим семенам бурбочки коробочки да и так как бы они там больше но в них больше заложено из таких вот микроэлементов точка роста лучше и зиму она лучше переносится и так далее но как показывает практика в принципе даже обрывая вот эти вот бурбочки да когда они в стадии только зачатие еще находятся коробочки еще не сформированы вот я сейчас наношу и выбрасываю вот в этот тракторный прицеп вот потом покажу вам ради эксперимента где-то к августу месяцу они точно также будут расти они также получается будут формироваться в них вот эти вот семена их конечно в итоге они также раскроются и выкрашатся это факт я скажу больше я прошлом году когда вот так же сделал выкинул потом некоторые головки брал прямо оттуда то что там не сильно крупных были до росли намного лучше чем я собрал и который заложил на дозаривание себе как-то так вот получилось вот такой был эксперимент примерно туда обратно хожу ребят меня ведро получается полного 10 литровая будочка хорошая достаточно уже стебелек у них хорошие стрелки что как-то так друзья всем привет на дворе у нас сегодня двадцать шестое июня в общем то время идет погода никак у нас не устанавливается вчера общем доделал косилочку практически там все сделал выезжал вчера маленько пробовал косить но надо учиться вот потому что два двигателя тут как бы это ладно деле все нюансы расскажу в общем сейчас что хочу значит чеснок у нас сегодня доломал стрелку вот поэтому как бы продолжаем видео начатое ранее так и вот у меня есть такое вот удобрение называется осень вот состав значит фосфор 5 процентов калий 18 кальций магний серобор значит вот шесть килограмм у меня его то есть варить расчета из расчета значит один килограмм побольше получается на на сотку вот и немножко добавим какого-то варить 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 о кольце в кольце в серы таки она тут тоже немножко пол килограмма где 200 грамм так ну и высыпем 2 ножа нету как обычно этот более свежий наверно не один покупал в прошлый год еще на осень в этом году я третий отличается там вот свет какой тикой за такое седой что ли более прям так идем на участок погода никак не восстанавливать сегодня правда дождя нету видите даже между ряде вода все еще стоит хотя дождь вчера был картошечка наша все как бы вчера немножко покосил я как мог здесь эти картой картовник растет уже практически весь отошел который я примял вот горчицу надо тоже косить мы ну и все остальное между рядку обрабатывать но я попробую сегодня вечером дождь не пройдет сейчас внесем под корни я все-таки попробую обработать между рядку и пролить алатаром еще на раз так что у нас в этот оставил общем этом году я два редко значит этого ну будочку на двух редко значит по по этому чесноку по зубкам в общем которые на 1 зубки тоже два редко посмотрим что выйдет ладно будем у нас сейчас вот сюда прям бредок так иду раскидаю так я значит удобрение тебя так как непосредственно под рядок все равно видите с кончиков желтеет почему желтеет я не могу понять тут я сломал уже ходил тут неоднократно здесь по краю оставил вот влага есть то есть как бы по влаге ничего не скажешь влаги много вот он все равно какой-то желтый вот я выкапывал в этом году корни вернее сам чеснок вырвал как бы нормальный чеснок донцы у них вполне себе корешки есть вот она зубка что получше смотрится даже визуально посмотреть одна зубка я думаю камера передает про бульбочку я молчу вот этот вот как бы такой не совсем хотя ему расти еще целый месяц ладно сейчас пробую пригнать культиватор попробуем поработать культиватором что из нас получится вот уже получается 4 культивация в этом году но вообще надо сказать надо культиваться производить каждые 2 недели рыхление чеснока и прополка одновременно чтобы не было таких сорняков это было обработано 20 нет и 22 июня сегодня 26 то есть уже пошла 4 недели перебор вот эти пил ручьи вижали нас по огороду здесь вчера рассадил попутно свеколку как раз под дождик вот я не взошла под солнце так ладно культиватор вот у меня сейчас заправился в общем как я предполагал друзья культивация не пошла просто закатала фрезы вообще под один каток на лапа просто грудит она вот по сторонам траву растолкала еще бы травы бы не было сильно много бы а то тут наброса нам лаврит киев во фрезы наматывает потом с землей закатывать и короче не пошла на чумом ждать просухи когда она только будет хрен его знает сегодня кстати надо сказать подсохла немножко и на зубка стала так себя лежал вообще дождем ее прибило видимо так что как то так друзья ладно будем ждать следующего момента так то вот она как будто бы и полола всего так вот это не культивация так